Всем огромный привет! Меня зовут Ирина и сегодня я вам покажу несколько очень уютных, теплых вещей из Никуло. Наступила осень и хочется завернуться в какие-то уютные кофты, надеть уютную одежду и главное, чтобы это было очень удобно, уютно и комфортно. Уже как 20 лет я являюсь преданным покупателем и поклонником японской марки Юникуло. Вещи действительно очень комфортные, очень уютные. Юникуло никогда не выйдет из моды. Вещи очень хорошего качества, базовые вещи. Из года в год я замечаю, что коллекция где-то повторяется. Также есть в моем гардеробе очень много вещей, которыми я пользуюсь уже 2 или 3 года. И они также хорошего качества и такие же, если не модные, то актуальные. И сегодня я вам покажу совсем чуть-чуть, что я купила на осень и зиму. Сейчас я хочу вам показать вот эту прекрасную кофту, которую я приобрела буквально вчера. Когда я зашла в Юникуло, я увидела, что висит вот эта вот прекрасная вещь. Это теплая, удобная, уютная, мягкая кофта. Она очень плотной вязки. Там было 2 цвета. Серый и вот такой вот молочно-белый цвет. Также имеются карманы здесь. И я взяла побольше размер себе. Обычно я беру S размер. Вообще в Юникуло существуют 3 размера, так скажем. Это S, M и L. Вот я всегда беру себе или M, или беру S. Очень удобная, комфортная, опять же повторяюсь, уютная по осенне-зимне теплая кофта. Довольно крупная вязка, плотная вязка. И такая вот она, даже можно сказать, по длине. Ну, можно сказать, длинная. Закрывает попу, что самое главное. Ну, в общем, то, что нужно зимой. Следующая моя покупка, это куртка. Многие из вас видели, по-моему, в прошлом году такие куртки продавались. Есть более теплый вариант, но у меня такой осенний вариант. И она очень-очень мягкая и легкая. Сейчас я надену и покажу вам, как это все смотрится. Я взяла куртку молочного цвета. У меня в размере M. Специально взяла ее побольше, чтобы можно было носить ее вот так вот с кофтой, или же с жилеткой, или с жакетом. Ну, для того, чтобы, в общем, было вместительно. Она не толстит, и главное, что она легкая, невесомая. Это то, что, в принципе, мне надо. Здесь есть карманы. Быстро, вот, кстати, она и складывается. Не занимает много места. Очень мягкая и уютная на ощупь. Ну, из этой же серии, можно сказать, я взяла себе жилетку. Жилетка тоже такого молочного белого цвета. Я взяла ее специально для того, чтобы ее надевать под пиджаки и под куртки. Ну, и также под пальто. Кстати, очень она теплая, несмотря на то, что тонкая. Ну, в общем, японские технологии. Вот такая вот жилетка. И сразу покажу вам белую рубашку, которую я обожаю. И вообще, я люблю покупать белые рубашки. У меня уже сейчас много, можно сказать, в моей коллекции. Эта рубашка застегивается под горлышко. Здесь фонарик, рукав. Но я буду показывать в следующих уже своих видео, как она выглядит, как она сидит на мне. И главное, что такие рубашки можно надеть под все, под белые брюки, например, белая рубашка. И уже наверх можно любой балахончик надеть, и будет вообще супер смотреться. Качество отличное, как всегда. Очень хорошо к стирке она идет. И вообще, все вещи, которые я покупала в Юникуло, именно белые рубашки, очень хорошо стираются, не желтеют и служат долго. Следующую покупку, которую я вам сейчас покажу, из коллекции Ines de la Franceange. Я всегда жду именно коллекцию Ines de la Franceange, французского модельера. Этот жакет не приталенный, легкий, кстати. И такая вот ткань, она тоненькая, довольно тонкая. Подклад здесь очень интересный, очень хорошо прошит. Все идеально просто. И пуговицы здесь застегиваются, висит два ряда и тут. Также имеются карманы. Очень-очень удобный. И у меня пиджак в размере S. Можно было взять, конечно, в размере M, но я взяла, так как он тонкий, я считаю, что его можно носить, ну вот именно сейчас, когда не так еще холодно. И можно не пододевать под него какие-то теплые вещи. Но можно и, конечно, и одеть. И, кстати, коллекция Ines de la Franceange, у нее называется коллекция вообще рабочая. Вся одежда выполнена для работы, чтобы носить ее в офисе или в каком-то там ресторанчике, где вы работаете. То есть это сделано специально для того, чтобы вам было удобно работать. И сейчас вы можете обратить внимание на брюки, которые сейчас на мне одеты. Из коллекции Ines de la Franceange. Черные брюки. Я еще взяла такие брюки в коричневом цвете. Очень удобные. Мне понравилось. Скажу, что в Unicolo поднялись цены. И сейчас на порядок больше, на 1000 йен примерно, уже стоят вещи дороже. Следующая вещь, которую я хотела вам показать, это вот такое вот платье. Оно такого темно-синего цвета, можно сказать, черного. И я его называю еще платье-пальто. Длинное. Здесь застегивается на пуговицах. И сзади есть вот такой вот пояс. Это платье-пальто можно надевать на брюки. Вот как я сейчас делаю. И, в принципе, очень удобное тоже такое. Застегивается оно вот так вот на поясок. Здесь есть кармашки. И что мне понравилось, это рукава. Здесь, видите, какой подклад синий. Вы можете вот так вот завернуть. И носить. Видите, как будет у вас синий тут этот манжет. Очень удобная, мягкая ткань. Я взяла шарф. На этот раз я взяла шарф вот этой вот расцветки. Очень красиво тоже смотрится. В прошлом сезоне я брала коричневый и красный шарф. А в этом сезоне я взяла более серый, такой синий. Очень скромный такой цвет. Стоил шарф 5,998 йен. И я осталась довольна тоже. И еще хотела вам показать вот этот вот свитер, которому 2 года. Представляете, этому или даже 3, по-моему. Этот свитер тоже из коллекции Ines de la Francage. Но этому свитеру ничего не делается. Я ношу его 2 года. Но я, конечно, ношу его аккуратно, понятно. И можете посмотреть, какого качества. Он как новый. И вообще отлично. Сохраняются вещи. Но я о том хочу сказать, что Яникуло все-таки очень хорошего качества вещи. Ну, если, конечно, за ними следить хорошо. И в заключение я хотела вам показать этот берет, который сейчас на мне. Этот берет в цвете, ну, опять же, такой вот, знаете, Очень темный синий. Почти что черный. Но все-таки, наверное, синий. Здесь есть резинка. И не колет, не давит на голову. И чесать вам лоб не надо. Есть, знаете, такие береты, которые вообще ничем не обрамляются. И поэтому колются. А это, в общем, сделано очень хорошо. Конечно, это не все вещи, которые я вам хотела показать. Следующие вещи я покажу в следующих уже видео. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Оставайтесь всегда очень-очень позитивными. Всем добра, мира и хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok